Всем привет! Вы на канале QWERTY, и сегодня мы будем учиться делать пар. Здравствуйте, Джабл, здравствуйте, мои родные, что-то вы плохо выглядите. Ни для кого не секрет, табакокурение давно перестало быть модным, и пользы для организма не приносит. Главная причина – проста до боли, рак и смерть. А ты знаешь, что вот куда бы ты ни пошел такой веселый, с тобой все время еще три друга? Какая ирония? Отказ от курения считается самым легким способом кардинально улучшить свое здоровье. Даже проще, чем физкультурой заниматься. Однако одновременно с этим можно наблюдать множество фейлов в этом легком-нелегком деле. Я бросаю курить! Поэтому продолжается поиск идеального способа хотя бы снизить вред от средств доставки никотина. Для тех, кто не может полностью от него отказаться. Существуют никотиновые ингаляторы, пластыри, жвачки, разве что суппозиторий еще не придумали. Но дальше всех зашли китайцы, которые вместо того, чтобы сжигать никотин, решили кипятить его в инертных растворителях. Это позволило сохранить традиционную схему употребления через пар, похожий на дым, и вроде бы снизить влияние на здоровье. Вот именно с этим мы и будем сегодня разбираться. Вейпинг пока нигде не одобрен как средство лечения никотиновой зависимости. Поэтому говорить мы о нем будем как о бытовой технологии, а не медицинском методе. Для этого нам понадобятся акустические сигареты, немного странной жидкости с дурманящим запахом и нечто с батарейкой и спиралью. Итак, вопрос номер один. Можно ли сделать из обычных сигарет электронные? Отвечаем. Увы, но нет. Поэтому вот этот вот прошлый век выбрасываем в помойку. Как это работает? Пар от электронной сигареты на самом деле никакой не пар, а аэрозоль. Мельчайшие капельки жидкости, которая разбрызгивается горячей спиралью. В чем отличие пар от аэрозоля? Спросите у Побединского, у нас тут не по физике передача. Надо показать, конечно, научный подход. Чисто технически принцип работы девайса проще топора. Есть батарейка с кнопкой, есть испарялка с нагревательным элементом и ваткой. Льешь жижу на ватку, нажимаешь кнопку, получаешь пар. Затягиваешься. Повторять пока не надоест. Или пока не опаришься до тремора в руках и потемнения в глазах. Если парить без никотина, то такой радости не будет. Есть два главных компонента электронной жидкости. Глицерин и пропиленгликоль. Не стоит путать с сетиленгликолем, из которого делают незамерзайку для машин. Они оба широко применяются в быту, в том числе как компоненты пищи, поскольку нисколько не токсичны. Однако при длительном интенсивном нагревании могут разлагаться на токсичный акролеин и формальдегид в дозах, близких к ПДК. Опциональный компонент – никотин. Сам по себе во вменяемых дозировках он не намного вреднее кофеина. Не относится к канцерогенам и убивает только в дозе одна капля на целую лошадь. Более того, чистый никотин в медицине используется в виде никотиновых пластырей. Для лечения нет не только никотиновой зависимости, но и некоторых заболеваний кишечника. За 30 с лишним лет существования такой терапии никто от этих пластырей до сих пор не умер. Наконец, самые противоречивые компоненты – ароматизаторы. Их бесчисленное множество, и все они разные не только по вкусу, цвету и запаху, но и по составу, что порождает дефицит исследований. Ведь сложновато исследовать сразу тысячи комбинаций жидкостей, пока мы слабовато понимаем, как они ведут себя при вдыхании. Хотя они пищевые, то есть безопасны для пищевого применения. Что мы знаем? Наслянистые ароматы могут быть опасны, потому что содержат диацетил и аналоги, которые также обнаруживаются во многих продуктах питания, например, сливочное масло, вино, виски, и не причиняют никаких проблем. Однако при вдыхании в больших количествах могут вызывать легочные заболевания, например, попкорновую болезнь легких. Смертельно. Лечится только трансплантацией легких. В табачном дыме есть все те же самые – илы, оны, и ины. Однако внезапно табакокурение не является доказанным фактором риска по бронхиолиту. Так что запасаемся попкорном и ждем с первых жертв. Если они вообще будут. Пока что это все лишь теоретические выкладки. Реальный вред от вейпинга заключается в нередких случаях взрывов парящих девайсов в руках неумелых дурачков, что причиняет ожоги и прочие травмы. Итак, плюсы. Пассивное курение сведено к минимуму. Окружающие скажут вам спасибо, если вообще поймут. Аналогично, волосы, одежда и машина не пропахнут табачищем. Это, несомненно, тоже плюс. Законом пока что не запрещено. А если где-то вам и запрещают, то вполне можно парить в стелс-режиме. Однако не забывайте, что некоторые датчики дыма реагируют еще и на аэрозоль. Поэтому, например, с самолета вас могут и высунуть. У тебя здесь курить нельзя? На лестнице покуришь. Стопудово. Ничего не горит. Поэтому температура пара в 5-10 раз меньше, чем таковая у дыма обычной сигареты. ЕСИГА – это практически бесконечный конструктор, в котором можно почувствовать себя не только техником, но и электриком, и даже алхимиком. Минусы. Однозначных заключений нет. Британский Минздрав считает, что парение на 95% безопаснее обычных сигарет. Но нередко на электронке подсаживаются люди, которые вообще никогда не курили и даже не сидели там, где курят. Казалось бы, ну и в чем проблема? Сами дураки. Однако подростки переходят с пара на классические сигареты намного чаще, чем их непарящие друзья. Параллельно с этим троекратно увеличившееся потребление вейпов в последние годы значительно снизило потребление обычных сигарет. Вот и думайте тут. Да, некоторые жидкости и ароматизаторы могут быть вредны. Новые поколения имеют приставку DX, означающую отсутствие яда. Парфюмеры быстро смекнули, что их бизнес могут и завернуть, и резво понаклепали новых, безопасных соусов. Выводы. Вред еще недостаточно изучен. И без наблюдения хотя бы одного поколения вейперов мы этого не узнаем. Поэтому теоретически лет через пять можно ожидать эпидемию легочных заболеваний, рака и прочего спида среди парильщиков. Риск погибнуть в ближайшие 10 лет у вас составляет 23%. Можешь пополнить ряды экспериментаторов. Наука скажет спасибо. Из упомянутых особенностей никотина рождается два интересных следствия. Первое. Жидкости с и без никотина не сильно-то и различаются по вредности. А второе. Для тех, кто курит классические сигареты и считает электронки уделом слабаков. Гарантируем. От крепкой жидкости вы закашляетесь покруче, чем от целой пачки беломора. Короче, хватит дымить уже. Чем воняет, сынок? Это кислород, продуха. Кислород? Не так давно появились новые разновидности девайсов для парения, представляющие собой комбо из вейпа и обычной табачной сигареты, прикол которых в том, что табак там не горит, а просто сильно нагревается. Но безопасность, естественно, сомнительна. Самое главное. Электронная сигарета – это не способ доставки витаминов в организм. Но если уж вам надо что-то держать во рту, то лучше парьте. Заборись так. Медицина пока не запрещает пар. И, очевидно, для здоровья лучше парить, чем курить. Но еще лучше не делать ни того, ни другого. Ребята, вы слишком много курите. Запомните, курение вредно для здоровья. А на этом все. С вами был канал Кверти. Ставьте лайки и подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok